На Красноярской судоверфе кипит работа. До сезона навигации осталось чуть больше месяца. К этому времени необходимо подлатать подвижной состав. Тех, кто на ходу, осталось совсем немного. В мае для речников самая горячая пора. Именно тогда начинается первый сезон навигации на притоках Енисея. Сейчас в нашем арсенале 30 пассажирских судов, самые крупные из которых вот такой Александр Матросов и аналогичный ему теплоход Валерий Чкалов. Это настоящие старожилы водного транспорта. В эксплуатации уже более 60 лет. Пока со своими обязанностями справляются, но, по словам речников, прослужат еще лет 10. Да и поддерживать их в работоспособном состоянии становится сложнее. Конечно, подвижной состав старый. Конечно, требуется реновация парка. То ли реновация, то ли приобретение этого парка нового. Надо понимать, что, видимо, так или иначе нам придется идти путем акционирования всех предприятий. Без средств федерации здесь не обойтись, говорят краевые парламентарии. Строительство нового судна по типу Матросова обойдется в миллиард рублей, обновление в 640 миллионов. Но ни на то, ни на другое средств в краевой казне нет. Всегда будет больше рабочих. Сейчас много, которые уже стоят. Навигация в крае длится с мая по октябрь. К примеру, в Нижней или Подкаменной Тунгуске из-за быстрых течений или множества порогов может достигать всего две недели. Поэтому от оперативности речников и состояния флота в целом зависят труднодоступные районы края. Грузовой флот также требует модернизации. В прошлом году судами Енисейского пароходства доставлено более 4 миллионов тонн груза. Заказчиком львийной доли перевозок являются промышленные гиганты. В среднем в год пароходство тратит более 100 миллионов рублей в обновления, в ремонтные работы. Прогресс не стоит на месте, потому что постоянно вводятся новые требования, связанные с безопасностью судоходства. По итогам прошлого сезона навигации пассажирами речных перевозок стали более 400 тысяч человек. В этом году рейсов планируют больше. Виктория Столярова, Владимир Антонов. Новости от ВК.